Часть вторая. Магия ниток для решения различных проблем в жизни. В первой части мы говорили о применении узелковой магии для лечения заболеваний. Ссылку на первое видео вы найдете в описании или в верхней части экрана. Вторая часть посвящена тому, как магия ниток может помочь в обычной жизни. Веревка или нить в магии, как правило, символизируют судьбу человека, а узлы – сплетение реальных жизненных ситуаций и обстоятельств, из которых она складывается. Узел – это своего рода карта судьбы и вместе с тем место, где соединяется множество энергетических потоков, которые направлены к конкретному человеку. Завязав узелок определенным образом, исполнитель обряда создает энергетическую связь между своей жизнью и нитью, поэтому узлы приобретают именно то значение, которое он в них вкладывает. Таким образом, узлы помогают разрешить ту или иную жизненную ситуацию и изменить жизнь. Вы не просто завязываете узел, а программируете определенные действия или события на материализацию и успех. А развязывая узел, наоборот, избавляетесь от нежелательной ситуации, проблемы, высвобождаете запертую энергию. Объяснений этому магическому феномену наука еще не нашла. Тем не менее, узелковая магия прекрасно работает и у тех, кто в нее верит, и у заядлых скептиков. Так что пробуйте и пишите в комментариях, получилось или нет. А мы перейдем к рассказу о методах. И первый метод – как решить любую проблему. Для решения какой-нибудь проблемы, которая возникла в жизни, можно навязать узелков на длинную веревку и каждый день их развязывать. Произносите то решение, которое вам нужно, и развязывайте узел. Например, подписать договор – развязали узел. Снова подписать договор – развязали узел. И так далее. Или получить справку – развязали. Получить справку – развязали. Как убрать энерговлияние и вылечить бессонницу? Если на вас кто-то оказывает энергетическое влияние, а это очень часто проявляется в виде бессонницы или непреодолимого сексуального влечения. В таком случае вам нужно провести такой обряд. Взять три нитки – желтого, красного и синего цвета. Связать их между собой и произнести. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И такими нитками перевязать запястья обеих рук, лодыжки обеих ног и свое горло. Это станет очень мощным оберегом и никто не сможет на вас энергетически повлиять. Как улучшить память? Если вы постоянно все забываете и ничего не можете запомнить, улучшить память поможет такой метод. Возьмите нитку желтого цвета, оберните ее несколько раз вокруг шеи и завяжите концы на 7-8 узелков. Метод веревочки и полотно. Этот метод помогает избавиться от многих заболеваний, особенно эффективен при лечении психических проблем. Нужно взять длинное четырехугольное полотно. Оно обязательно должно быть белым. Это может быть простыня. По центру полотна вырезать круг, через который пройдет голова. По низу при вязателе пришить много веревочек и ленточек такого же цвета, как полотно. А еще лучше разрезать низ на полосы и сплести из полос косички, заплетая их по три штуки. Важно, чтобы таких косичек было много, хотя бы 15-20. Надеть такое полотно нужно на голое тело, продев голову в отверстие и подпоясаться веревочкой. Полотно должно свисать ниже пояса, но не опускаться ниже коленей. В нем нужно ходить дома и в нем же спать. Этот метод очень хорошо приводит в норму психическую деятельность. Как притянуть женихов? Старинный и очень действенный обряд для привлечения женихов. Лучше его делать на новолунию. Подготовить красный совок и белый кулек. Вечером, когда все домашние легли спать, пойти на кухню и подместить в этот красный совок мусор, который есть на полу. Совок положить в белый кулек и сверху обмотать красной веревочкой. И произнести, сколько мусора в совке, столько женихов будет у меня как грязи. Положить куда-нибудь в огромное место и не выбрасывать до следующего новолуния. После того, как новолуние наступило, можно выбросить. За это время должно появиться много женихов. Можно делать обряд для себя, можно и для других. Тогда говорить нужно такие слова. Сколько мусора в совке, столько женихов у Оли, Любы, Кати и так далее. Называть имя той женщины, для которой совершается обряд. Чтобы выйти замуж. Если у женщины никак не получается выйти замуж, ей нужно снять путы. Как это сделать? Нужно взять разноцветные нитки или ленты и связать себе ноги от колен до столб. После этого ножницами разрезать эти нитки сверху вниз, чтобы получилась одна связка нитей. Затем нужно разрезать эту связку пополам и одну половину выбросить в одной части города, а вторую в другой. В течение года женщина, сделавшая такой обряд, обязательно выйдет замуж. А вот усиленный вариант этого же метода. Вместо обычных ножниц можно использовать специально подготовленные. Для этого кольцам ножниц привязать по три ленты разного цвета. И когда будете разрезать нити вокруг ног, скажите. Я развязываю путы одиночества. Так же, как и в первом случае разрезать пополам и выбросить части на разных концах города. Если возможно, добираться туда пешком. Метод эффективен и чем больше вы тратите усилий, тем лучше он срабатывает. Когда нити будете выбрасывать, представьте над головой дырку и мысленно зашейте ее. Магия ниток для беременности. Чтобы забеременеть, нужно взять веревку, проговаривая «скоро я забеременею» и завязать узел. Снова произнести «скоро я забеременею» и снова завязать узел и так дальше. Чем больше узлов будет на веревке, тем лучше. Главное, чтобы узлы не попадали друг на друга, а были отдельно. Когда обряд проведете, положите веревку с узелками себе в ноги. Мужчины могут провести аналогичный обряд, только веревку с узелками они должны положить себе в голову. Ну и слова, конечно, должны быть немножко другими. Например, «скоро у меня будет ребенок». Метод для устройства на работу. Если вы хотите, чтобы вас взяли на работу, когда пойдете устраиваться, возьмите нитку и завяжите узел, сказав такие слова. Как крепко этот узел завязан, так бы и у меня, здесь нужно вставить ваше имя, дело скоро и крепко сложилось, да на работу приняли. Повторяя эти слова три раза, завяжите три узла. Нитку положите на порог, переступите через него. Не наступайте на него, а именно переступите. Закройте дверь и со спокойной душой идите трудоустраиваться. Скорее всего, работа будет вашей. Как найти потерю? Быстро найти утерянную в доме вещь тоже поможет нитка или ленточка. Ее нужно просто обвязать вокруг ножки стола и завязать на узелок. В одних случаях помогает красная нитка, в других – синих. Возможно, в данном случае цвет нитки не играет роли, так что можете поэкспериментировать. Народный способ, чтобы не заблудиться. В старину, когда отправлялись в лес, чтобы не потерять дорогу домой, брали с собой веревку, предварительно завязав на ней три узла с наговором. Леший запутает, узлы меня распутают. Если все-таки человек заплутал, он по очереди развязывал три узла, после чего быстро находил дорогу к своему дому. Чтобы человек перестал врать. И здесь поможет узелковая магия. Для завязывания броня нужно взять белую шерстяную нить длиной с ладонью и завязать на ней три узелка. Сначала обычный узел посередине со словами. Первым узлом завяжу кривду накрепка. И затянуть. Следующий узел нужно завязать на одном конце нити, со словами. Вторым узлом завяжу язык неверный. И снова затянуть. И последний третий узел на противоположном конце нити, произнеся такие слова. Третьим узлом завяжу думы лживые. И тоже затянуть. Узлы завязывать необычные, а такие, как делается первая петля при вязании крючком. Петлю нужно вытянуть, чтобы узел получился прочным. Такую нитку кладут к вещам человека, который врет. В шкаф, с одеждой, в стол, в комод, в любое место. Считается, что после такого обряда врун всегда будет говорить вам правду. Или просто перестанет с вами общаться. Старинный магический ритуал на удачу. Этот ритуал отлично подходит для привлечения удачи в делах и разных начинаниях. Приготовьте нить, веревку или кожаную ленту длиной от 9 до 12 сантиметров. На этой нити вам нужно завязать три узла. Завязывая первый узел, произнесите такой заговор. Чтобы удача была со мной, чтобы в делах моих мне помогала, да во всех помыслах угождала. Второй узел нужно завязать со словами. Будет заговор мою силу иметь всегда, не иссякнет удачи у меня. Здесь нужно произнести ваше имя никогда. Слово мое верно, воля моя сильна. Завязывая последний, третий узел, проговорите. Ничто удачу мою с толку не собьет, от меня не отведет. Слова свои на замок закрываю, ключ от замка в океане скрываю, да сбудется сказанное. В конце можно произнести аминь. После ритуала заговоренную нить нужно спрятать в своем доме так, чтобы никому она не попадалась на глаза, чтобы ее никто случайно не нашел. Если, конечно, вы хотите, чтобы действие ритуала распространялось на всех домочадцев, чтобы всем членам семьи сопутствовала удача, а невзгоды обходили стороной. Если вы совершаете ритуал персонально для себя, тогда нить можно использовать как оберег или талисман на удачу. Но все равно носить такой талисман нужно или под одеждой, или в одежде, чтобы никто его не увидел. Наведение негатива с помощью нитяной магии Важно помнить, что узелковая магия используется не только с хорошими намерениями, но и с плохими. С ее помощью наводят порчу и делают подклады на негатив. Болезни, неприятности, финансовые потери, бесплодие и т.д. Если рядом с домом или в доме вы обнаружили непонятного происхождения веревку с навязанными на нее узлами, то вполне возможно на вас сделали магию. Это могут быть петли, замысловатые узлы, и чем они сложнее, тем изощреннее порча. Такую веревку с узлами можно встретить не только у себя дома, но и на улице. Например, существует ритуал, при котором веревку с магическими узелками оставляют на перекрестке, чтобы сбросить в свои недуги проблемы на случайную жертву. Если вы увидели такую веревку, постарайтесь на нее не наступать и тем более не поднимать земли. Узлы могут служить препятствиями в разных сферах жизни. Злонамеренный человек может создать сложности в семье или на работе, спрятав в квартире или в офисе веревки, нитки, полоски ткани с завязанными на них узлами. Такой подклад не позволит членам семьи, коллегам, партнерам по бизнесу свободно общаться и находить взаимопонимание. И точно так же будет мешать всем, кто заходит в этот дом, магазин, офис или контору. Но бывает и так, что человек создает препятствия и без злого умысла. Например, если на каком-то собрании, конференции, переговорах участники никак не могут договориться, очень возможно, что у кого-то из присутствующих есть вещь, завязанная узлом. Если такую вещь развязать, обычно споры сразу прекращаются и стороны находят приемлемое для всех решение. В древние времена узелковую магию использовали не только жрецы, шаманы, знахари, ведуны. Узелковую магию применяли и в обычных домах. Знания о том, как ее применять для улучшения здоровья, избавления от бед и напасти, притягивания в жизнь хороших событий передавались семье от родителей к детям и ревностно охранялись от чужаков. Сегодня узелковая магия перестала быть тайной за семью печательной. Благодаря людям, которые сохранили эти знания и щедро ими делятся. Вы тоже можете поделиться этим видео с друзьями. Пусть как можно больше людей узнают об этих удивительных и очень эффективных методах и смогут помогать самим себе и своим близким. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok